Для Айгуль Султоновой приезд в соцподдержке и пошнодзора не стал сюрпризом. Семья стоит на учете в опеке. Айгуль инвалид по зрению. Вместе с двумя малолетними ребятишками живут на одну пенсию. Однажды матери-одиночке даже пришлось отдать детей в детский дом, пока она лечилась в больнице. Молодая мама первой обращает внимание пожарного инспектора на свою печь, которую смастерила в кратчайшие сроки, чтобы дети не мерзли. Печка не побелена, в любой момент может загореться в потолоке с пенопластом. Дети ежеминутно в опасности. Я с ними постоянно, я никогда их не оставляю. Дочка в садик не ходит. Первая причина у нас с финансами проблемы, что сын каждый день в школу на автобусе, и у меня просто средств не хватает. Пожарный дает рекомендации по устранению нарушений и памятку о правилах обращения с огнем. С начала года в Абакане горели 30 жилых домов. Как показывает практика, понимаете, именно в таких семьях есть вероятная угроза, потому что у людей не хватает средств для ремонта печей, для ремонта электропроводки. Айгуль живет в домике на орбите два года. В соцподдержке же одинокую маму хвалят и справляется на глазах. Женщина-инвалид собственными силами пристроила к избушке две комнаты, чтобы детям жилось комфортнее. Вот это все, что построено, представляете, ни одна мужская рука не касалась. Вплоть до крыши, вплоть до цемента, до всего. Бруста, скала и цемента, скала и все для того, чтобы детей забрать из детского дома. А это пример другой семьи, которой у инспекторов с каждым днем все больше вопросов. Ни у одного из членов семьи нет ни паспорта, ни прописки. А шестилетние девочки в сентябре идут в школу. В дачном домике тоже, по сути, живут незаконно. Вот документы вот сюда вот пропишу, когда они будут готовы, документы. А какие документы они готовы? На участок и на жилое вот это вот переводят, чтобы могла я взять домовую книгу и прописаться. Такие совместные рейды госинспекторы устраивают регулярно. Каждый раз выявляют то родители алкоголиков, то пьяные компании в доме. Зачастую детям просто нечего есть. Староста микрорайона привозит продукты, собранные горожанами. Кого-то приходится наказывать. Ну, конечно, есть и плачевные случаи, когда приходится изымать детей из семей. И когда методы воспитания, методы убеждения не дают возможности измениться родителям в лучшую сторону и понять, что они в первую очередь несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь детей. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакате.